Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Екатерина Лазарева. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня в выпуске. Казанский университет стал победителем конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию проведения исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. ВУЗ получит финансирование в сумме 128 миллионов рублей на проведение исследований по облагораживанию трудноизвлекаемой нефти научной лаборатории мирового уровня. Авиасообщение с некоторыми государствами уже открыто, поэтому иностранные студенты Казанского университета могут вернуться на очное обучение. Подробнее в следующем сюжете. Теперь для возвращения зарубежных студентов к очному обучению не нужно проходить 14-дневный обсервационный период. Достаточно дважды сдать тест на ковид. Первый не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. Второй в течение 72 часов после въезда на территорию. До получения результатов анализов после прибытия в Россию необходимо соблюдать режим изоляции. Те страны, которые, к сожалению, пока закрыты для миграции в Российскую Федерацию и пересечения границ, они остаются быть закрытыми. То есть постановление не регулирует вот эту часть, часть открытия или закрытия границ. Оно регулирует только процедуру, связанную с допуском студентов, которые уже въехали с образовательной целью и заселены на наше общежитие, допуском до занятий. Сокращает этот период обсервации. Напомним, что первый семестр текущего учебного года начинали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора о том, какие санитарно-эпидемиологические условия должны быть соблюдены. Прибывавшие на территорию России иностранные студенты должны были иметь справку об отсутствии ковид. Далее в течение 10-12 дней должны были находиться в обсервации. По итогам 10-12 дней нахождения в обсервации он сдавал еще один тест. Если этот тест был отрицательным, то такие студенты далее допускались до занятий. То есть это был достаточно долгий период времени, когда они находились в общежитиях и не были допущены до очных занятий. По словам Тимирхана Алишева, сейчас за пределами Российской Федерации находятся примерно 25% иностранных студентов. Большая часть из них в странах Центральной Азии. Джамини Баева, Ленартов Литьяров, Универньюз. В мультимедийном пресс-центре «Спутник Беларусь» прошла онлайн-конференция, посвященная возможностям обучения в российских вузах для выпускников белорусских школ в 2021 году. Смотрим. Подробнее о возможностях такого обучения рассказали представители Россотрудничества, которое в Республике Беларусь объявило о наборе кандидатов для поступления в 2021-2022 году в российские вузы за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. В качестве примера на конференции был организован видеомост с Казанским университетом, от которого выступила студентка первого курса Института международных отношений Мария Родионова. Она поступила в вуз по данной программе и поделилась своими впечатлениями. Меня приняли все очень хорошо, и работники КФУ, и преподаватели, все меня поддерживали, все мне все объяснили сразу. И у меня не было никаких проблем ни с заселением в общежитие, ни с началом учебы. Также у меня очень хорошие одногруппники. Я чувствую себя абсолютно комфортно здесь. Мария Родионова решила связать свою жизнь с изучением языков и поступила на востоковедение. Сейчас она изучает турецкий и английский. В первом семестре у нас было языкознание, крутой предмет. Очень люблю языкознание. Теперь у нас есть традиции и обычаи Востока, еще география, повышенный уровень турецкого языка. И мне все очень нравится. По словам Марии Родионовой, ей очень комфортно в Казани. Она не испытывает никакого стресса из-за переезда в другую страну и чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Сегодня в Казанском университете обучаются шесть граждан Республики Беларусь. Казанский университет в рамках соглашения о сотрудничестве работы с девятью белорусскими вузами. Насчитывается несколько сотен совместных публикаций, совместные мероприятия, а также визиты делегаций Республики Беларусь в Казанский университет. Отметим, что вуз также примет участие в выставке «Образование и карьера-2021». В Национальной библиотеке Татарстана прошел форум «Работа молодым». Это ежегодное мероприятие, которое проводится 17 февраля в честь празднования российских студенческих отрядов. В связи с этим состоялось награждение студентов. Все подробности далее. На награждении были отмечены представители студенческих отрядов Казанского университета. На сегодняшний день в вузе существует 21 отряд с учетом филиалов Елабыки и Набершных Челнах. Летом студенты работают по четырем направлениям. Это строительные отряды, отряды проводников, сервисные и педагогические отряды. Так, на мероприятии отметили отряд астероид. Мы студенческий отряд проводников. То есть, летом и зимой иногда мы работаем на поездах в качестве проводников пассажирского вагона. Скоро у нас юбилеевая отряда. Я думаю, мы так с размахом проведем этот праздник. Все-таки мы заслужили. Наградили еще одну представительницу отряда астероид Анастасию Козлову за активное участие в стратегической сессии Республики Татарстан. Ею был разработан проект «Кадровый резерв». «Кадровый резерв студенческих отрядов» – это проект, который направлен на выявление молодых лидеров и на дальнейшее их развитие. В рамках этого проекта мы выявили 13 финалистов и победителей, которые впоследствии будут представлять нашу Республику на всероссийских трудовых проектах и заниматься развитием студенческих отрядов по всей России. Работа в студенческих отрядах – это умение решать конфликты, желание делать что-то безвозмездное и получать от этого большое удовольствие. История студенческих отрядов Казанского университета берет свой начало в 2011 году. Сегодня свою работу ведет штаб студенческих отрядов ВУЗа. Елизавета Никитина, Ленар Теллисьяров, Универньюз. В Елабужском институте Казанского университета состояла встреча с руководителями учреждений среднего профессионального образования Татарстана и Удмуртии. Все подробности далее. Встреча прошла в рамках Дня открытых дверей. В сопровождении директора института Елены Мерзон гости смогли посетить аудитории и лаборатории ВУЗа, ознакомиться с учебным процессом и задать вопросы преподавателя. В рамках обзорной экскурсии руководители колледжей посетили дом научной коллаборации имени академика Камиля Валиева, корпус отделения психологии и педагогики, а также ознакомили с особенностями образовательного процесса в университетской школе. Мы увидели такую структуру, что у вас университет не только, например, со студентами работает, у вас такая связь и со школой, и с детским садом. И получается, что студенты получают такое комплексное знание, что, конечно же, отразится в будущем в их профессиональной деятельности. Сотрудники Елабужского института Казанского университета представили вниманию гостей весь спектр направлений, которыми могут воспользоваться для последующего обучения выпускники колледжей Татарстана и соседней Удмуртской республики. Помимо педагогических дисциплин, это также специальности в области информатики, профессионального обучения, менеджмента и юриспруденции. Наша задача в основном заключается в том, чтобы наши выпускники педагогической специальности были где-нибудь трудоустроены, ну или работали, поучились по специальности. Тут вообще мне прекрасная атмосфера, очень нравится. И когда приезжают наши выпускники после филиалов, после института Елабужского, они довольны. Напомним, что в марте этого года в Елабужском институте состоится день открытых дверей уже для самих выпускников колледжей. Диана Желенкова, Айдар Нурмеев, Универньюз. Медики утверждают, что здоровый рацион человека должен быть разнообразным. Овощи, фрукты, молочные продукты. То же самое и с музыкой. Нельзя слушать лишь одного Моргенштерна или Карди Би. Иногда стоит переключиться на что-то классическое. Просьба отключить телефоны и все внимание на сцену. Здесь вы окунетесь сразу несколько эпох. От средневековья с композициями Моцарта до 20-го столетия с бардовскими песнями. Название концерта «Музыка и друзья» раскрывает суть вечера. Здесь собрались старые товарищи, выпускники Казанского федерального университета, чтобы поздравить своего друга и наставника Гузель Гемаеву с юбилеем. Она руководила хором «Гармония» на протяжении 26 лет и даже свой праздник ее мысли вместе с певцами. «Самое главное для меня сейчас, чтобы хор спел хорошо». Вечер получился довольно ностальгический. Звучат совместные песни и пересказываются общие истории. «Я слюк, лысый Джон, Джон Андерсон, мой друг». Ну вот начало песни, которая с нами уже очень давно. А вообще мы много, много, всю жизнь мы поем на самом деле. Даже если вы чувствуете себя чужим на этом празднике, вы не уйдете разочарованным. Живая музыка, по мнению случайного зрителя, успокаивает. Ходить на концерты классической музыки нужно для того, чтобы успокоиться, как-то расслабиться, потому что мы сейчас живем в бешеном мире. По словам гостей, музыка не продлевает жизнь, но однозначно делает ее богаче. Слушайте хорошие и душевные композиции. Анастасия Васютина, Алена Лонкина, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюз. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!